Марина Колчина учится в старфотеине ЯУМИФИ. Уже шесть лет она помогает студентам с общими вопросами. Например, отправить новичков в творческие, педагогические, волонтерские и другие объединения института, где он сможет попробовать себя в любой роли. В основном у нас все неплохо ориентируются, потому что мы проводим мероприятия, знакомства с руководителями объединений. Поэтому таких сильно критических ситуаций никогда не возникало. Так что все примерно плюс-минус знают, куда и как. Всего в институте более десяти различных объединений, которые посещают 145 человек. Алексей Лисуков – участник команды КВН «Нон-Стоп». Команду они создали в прошлом году. В коллективе семь человек. Ребята уже успели стать победителями Зимнего кубка в Сарове и в Москве. КВН – это в первую очередь студенческая игра, и как наш институт, и без КВН. Вот и поэтому возникла идея возродить. Тем более люди для этого есть. Есть в институте и педагогический отряд Адастра, который занимается устройством отдыха детей в лагере в летнее время. Руководит им Данила Афонин. В его работу входит обучение студентов, рассказывает, кто такой вожатый и чем он занимается. Подходит Данила к обучению с особой ответственностью. Работа с детьми – это не про каждого человека. На мой взгляд, это дар, который дан человеку. И просто так к этому не придешь. Если ты к этому подкован, ты будешь этим заниматься. У студентов с РФТИ большие планы. Впереди Масленица. К ней надо подготовиться хорошо. До праздника у студентов еще есть время. А вот экзамены ждать не будут. Надо закрыть сессию. Редакция нашего канала поздравляет всех студентов с праздником и желает, чтобы учебный процесс проходил легко и познавательно. Стипендия была большой, преподаватели добрыми, а диплом – красный. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.